Сейчас я вам расскажу, как Путин ездил в Уфу на 12-й международный форум «Россия – спортивная держава». Школьников перед визитом Путина отправили на два дня на дистанционное обучение. Движение в городе перекрыли, а в месте, где должен был проезжать его кортеж, нельзя было даже пройти пешком. Одна из жительниц попыталась перебежать мост, но полицейский повалил ее на асфальт и скрутил руки. По словам жителей, силовик избил ее. Предлагаю посмотреть это видео. Зачем он ее бьет? Домой хочет женщина, ребенка в семье. Зачем он ее бьет? Пусть задержит, пусть наручники оденит. Короче, она хотела перебежать туда. Еще раз. Гомони, слышь! Женщина, еще раз. Пойдите. По словам очевидцев, жительница города торопилась домой после работы, как и мы все. Ее дальнейшая судьба неизвестна. Вряд ли об этой истории узнает диктатор. Он поспешил на другую встречу с руководителями СМИ и стран-участниц БРИКС. Модерировал встречу пропагандист Дмитрий Киселев. Какие приметы этих перемен и какие возможности они дают для БРИКС? Самая главная примета – это формирование новых центров развития. По словам диктатора, Юго-Восточная Азия и Африка станут центрами глобального роста. Глобальный юг, так называемый, прежде всего, это Юго-Восточная Азия, это Африка. Рост, позитивный рост будет в таких мощных странах, как Китай, Индия. Позитивный рост будет в России, Саудовской Аравии. Говорит, мол, США лет на 15 опоздали и не смогут остановить развитие Китая. Как невозможно остановить восход солнца. Интересно, а что остановило в развитии саму Россию?